Друзья мои, я из всей души вас приветствую на нашем канале. Хотел бы несколько пояснений сказать. Видео два назад вышла тема про помпу. И там мне так прилетело за канализацию, за откачку и так далее. Друзья, я имел неосторожность рассказать про каналыву. Ну просто я не знал на примере чего это сделать и показал вот такой пример. И многие, короче, огорчились. На самом деле мы, конечно, много откачиваем эсенизаторской машиной. Помпу я использую для ливневой канализации, для откачки бассейна и вот таких вещей. Каналыву это был такой экспериментальный вариант, но он оказался не очень хороший. Видос я закрыл. Сегодня интересный выпуск по сауне, потому что мы скоро начинаем работу с ней. Утро ранее еще не проснулся, это видно. Для тех, кто еще не видел, сауну-то мы уже сделали примерно вот в таком ключе. Сделана вентиляция системы. Как же здесь классно пахнет. По набрызгу от веника видно, как мы здесь часто паримся. Ну сейчас лето, поэтому мы в нашей спокапсуле моемся и паримся. Но в любом случае, ближе к октябрю я буду заниматься ее строительством. Тут будут парящие полки. Здесь у меня две системы. Вот смотрите, нижняя подсветочка. Это такой вариант чили, короче. Не знаю, как его назвать. И верхняя подсветка тоже такая корректная, аккуратненькая. Вот, все. Так, здесь показал. Теперь это будет душевая кабина. И мне тоже ее до октября нужно сделать, потому что гравий еще не замерзнет. И нужно будет залить здесь поддон. Тут теплые полы, они будут греть сам поддон. Вода уже подведена. И мы с вами въезжаем в тему канализации. Вот в этой нише будут полки. Ну это для полотенец и так далее. То есть шкафчик здесь будет. А в нижней части будет стоять насос, который поднимает воду наверх. Вы же понимаете, что мы сейчас находимся ниже уровня земли. Земля у нас под окном. Мы сейчас уже под землей с вами. И у меня было два варианта. Первый вариант, почему я сегодня с утра начал с вами сначала про канализацию говорить. Потому что у меня вот есть вход. И отсюда вода уходит в основную канализацию. Но у меня две ямы. Потому что мы копали яму еще одну. Когда нам с папой нужно было сделать утепленную отмостку на доме. А негде было взять грунт. И мы выкопали яму под баню уже сразу заранее. Она стояла, конечно, без колец. Просто как яма. Было такое решение, что вот это отверстие, оно как раз ведет туда. Мы через него выпустим гильзу. Яма, она находится в трех метрах от дома. Вон там. Три-четыре метра. И туда будет попадать вода из душевой. И мы тем самым разгрузим основную нашу канализацию. Еще раз повторюсь. Я уже показывал. Но вдруг вам интересно. У меня тут Женя сейчас впрачечный. Но просила не показывать себя. Так. Вот она моя система канализования, друзья. Которую мы будем ставить нашу душевую. Это вихрь, канализационный насос КН-300. Это самая сильная модель в линейке салавистов. И вот, кстати, на чертеже можно увидеть душевая кабина, вход в КН-300, вход от раковины в КН-300. И вверх выброс для отвода сточных вод, раковина душевой кабины, стиралки. Эта штука не может выбрасывать воду унитаза, потому что в ней просто нет измельчителя. Но для таких целей, как, например, отвод воды, чистой воды, подъем его наверх, это без проблем. Производитель 100 литров в минуту. Этого вполне достаточно для душевой. Напор до 8 метров. Мощность 300 ватт. А, да, да, да. Взял я таких два вихря себе. Один у меня пойдет на душевую кабину, а второй мы поставим вместо вот этого салолифта, если он поломается, мы поставим его на подъем воды. Вот, точнее, поднимается вода наверх и скидывается в основную яму. Котел дает примерно около 20 литров за сутки воды. Это конденсационный котел, вы знаете, Висман. И вот этим шлангом вода у меня отходит в салолифт. Так, теперь мы идем смотреть с вами яму и работать с ней. Здорово, дружище. Теперь по яме. О, сегодня ветрено. Басик вчера вычистил, смотрите, прозрачка просто. Так, ладно. Вот эта зона, это там, где у меня сейчас сосед будет копать газ, и мне обязательно нужно здесь прибраться. Потому что метр территории, это еще его. И гараж его, кстати, кто не знал. Вот такую вот яму мы вырыли с папой в свое время. Отсюда мы брали глину для отмостки, поднимали отмостку. Кстати, видос по яме есть на канале вот тут по ссылке, смотрите, если интересно. Это один из самых первых видео, которые я снимал вообще на канале, то очень давно мы сделали ее. Видите, вот уже она две зимы пережила, вот так вода отливалась. Сейчас спущусь туда, возьму лестницу, все это приберу. Да, друзья, почему я сейчас все это рассказываю, потому что сейчас я поставлю на штатив, будет просто музыка, и я буду работать. Мы сейчас приберемся вот здесь. У нас два часа есть до того, как приедет машина с кольцами. Эти все вещи разберем. Они скручены, чтобы песель туда не упал. Там надо спуститься, землю подобрать, и начнем готовиться к работе. Так, я вам сейчас музыку включу, вы смотрите, а я буду тут прибираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я купил вот эту вихрь-лестницу очень-очень давно, но она, блин, мне так выручает жизни. Сейчас разложу ее и будем ей работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие только животные тут не обитают. Сейчас дочь нашла ящерицу, унесла. Так, что я сейчас сделаю? Я вот этот весь грунт соберу на центр. И когда привезут кольца, я просто возьму минутку паузы и скидаю по краям. И все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, для того, чтобы понять не было, друзья, вот эта душевая, вот тут будет окно, вот здесь окно сауны. И вот отсюда, вот до этой ямы, ну, 3 метра. Вот расстояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, вот этот видос, который сейчас вышел, это будет нашим таким предисловием перед работой по сауне. У меня есть плейлист по сауне, по подвалу, не помню, как он называется, на канале, и туда буду выкладывать все ролики по строительству сауны. Поэтому подписывайтесь, смотрите, друзья, будет интересно. Это первый выпуск по именно канализационной части, то есть душевой кабины по самой сауне. Ну, короче, смотрите, все, смотрите, будет интересно. Так, все, пока, пока. Блин, мошки сколько, а? Все, пока, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА